Особое мнение на 101FM Дал он его бывшему депутату из города Новосибирск Дмитрию Гордееву Вы это видео посмотрели Я вас попросила Я думаю, и без моей просьбы вы бы посмотрели Конечно И какие для себя вы выводы сделали из этого видео Если вообще захотелось сделать эти выводы Выводы здесь сложно делать Но общее мнение такое, как в принципе Большинство в соцсетях, ну смешно А что именно было вам смешно? Ну, его речь Про кошечек, собачек и так далее Что вот он такой белый и пушистый весь Он на благо города работал, трудился Смешным вам показалось то, как Дмитрий Никулин себя представил? Да, как он представил Ну дальше, если он считает себя абсолютно правым То пусть приедет сюда и доказывает Но он же говорит, почему он не приезжает Дмитрий Никулин говорит, почему он не приезжает Он говорит, что не знает, какие будут последствия И он не надеется, поскольку возникают все новые и новые эпизоды Он, конечно, наоборот, он говорит, что я надеюсь на справедливый суд Но сомнений сейчас очень много Он боится, что хлороформ понюхать дадут, закинут в багажник, повезут куда-то Ну это такие инсинуации, мне кажется Ну на самом деле, насколько я понимаю, вина его есть Пусть сейчас через суд следственные органы доказывают Суд докажет все Потому что суммы немалые И причем эти суммы-то, я так предполагаю, что Они частично и из кармана жителей наших шли Потому что были завышены цены Так что мы с вами все это платили К ним в карманы И он там не один Зачем вообще Дмитрий Никулин записал это видео, на ваш взгляд? Это с целью формирования общественного мнения О нем, что он хороший, белый, пушистый Зачем ему формировать общественное мнение позитивное? А что на суде оно якобы может какую-то роль сыграть Ну разве общественное мнение на суде? Я в этом сомневаюсь Честно говоря, очень непонятно В дневном развороте Экс-депутат областного законодательного собрания Дмитрий Русских сказал, что это больше обращение не к людям Не к населению, не к горожанам А к хозяевам, как он сказал Дмитрия Никурина И он обратил внимание на три пункта Первый из них это, что деньги заканчиваются, видимо, у Дмитрия Никурина И он просит, чтобы его поддержали А вы не обращали внимания на такое? Вот у нас работает чиновник А на сегодня уже, ну, практически любого уровня Министром и так далее Он с трибуны выступает, хорошие слова говорит Потом бах, оказывается, украл Его садят И какая реакция идет, в частности, в соцсетях? Нет, не может быть, это честнейший человек Это подстава И так почти про всех говорят А с другой стороны, тут же, через пять минут кричат А, все воруют Одна коррупция расцветает А как? То есть вы призываете народ быть более ответственным и анализировать ситуацию? Ну, естественно, надо более ответственным Но если человека поймали, ну, наверное, давайте как-то органам в какой-то мере все равно доверять В ситуации с ЦДС вы считаете, Дмитрий Никулин главный виновный? Ой, здесь сложно сказать Я, скорее всего, нет Я думаю, что вряд ли он сам решился бы на все это То есть есть люди, которые стоят за этими делами? Ну, покрывали, да И его покрывают Да, мне кажется, да Но он не приезжает в город Киров Почему сейчас? Потому что он боится, что на него будет оказано давление И ему придется выдать Этих самых людей, которые его покрывали Дело в том, что в этом его интервью Чего не хватило Вот я убежден, ну, на 99% Что кто-то его покрывает И вот чего не хватило в этом интервью Огласите, кто его покрывает А с чего это пошло-то все? Или он сам решил И тогда должен смело сказать Нет, ребята, меня ничего не покрывает Я сам это решил сделать Взять на себя полностью всю вину Ну, мне кажется, да Кстати, это разумнее было бы и срок меньше Призывать вернуться, взять на себя всю вину и сесть Ну, доказывать, доказывать, да Ага А как? Ну, если мы говорим, что мы в правом поле живем Так давайте, ну, как-то так вот и действовать Поехали дальше А такие механизмы, вот я еще Одну секундочку Это я на нем уже сто лет не был Помните, был сайт такой Копроматру Вот на который вот сливали вот все Все вот это Это вот примерно такой же Из этой же технологии Пытается он сделать Ну, он сам это придумал, вы считаете? Ну, скорее всего, да А кто? Кто думает, я подсказал ему, что ли? Мне кажется, он сам решил Ну, вот с этим вот бывшим Гордеев Гордеев с бывшим Может быть, и нам встретились Договорились Как-то и сделали Может, кто-то подсказал ему Ну, мне кажется, сам он это решил В принципе, это умный мужик Те люди, которые его покрывают Как вы говорите Или покрывали его действия Как вы говорите Как могут отреагировать на это видео? Отреагируют ли так? Очень просто Они скажут Мы вообще тут ни при чем И мы знать не знаем Бесполезно ему посылать Было сигналы через это видео Мне кажется, абсолютно бесполезно Кому бы то ни было Абсолютно бесполезно Это Николай Пихтин Его особое мнение мы сегодня слушаем На прошлой неделе состоялось Очередное заседание Дискуссионного клуба «Вечерний» На нем присутствовали Леонид Дильберг и Дмитрий Русских И дискуссия шла По такому вопросу Кто лучше, политик или назначенцы В качестве управленцев В регионе? Ощущение такое Что дискуссии не сложилось И как-то наши гости Я тоже там была А вы были модератором К единому мнению приходили Причем они не спорили, кто лучше Говорили, что все плохие И надо брать народу Как-то власть в свои руки У меня такое сложилось впечатление Примерно так и прозвучало Но вот фраза Народу брать в власть в свои руки Она немножко На самом деле Глубже и шире прошла На самом деле Как итогом Вот этой дискуссии Я бы сделал вывод Какой, что Не важно Назначают Или выбирают Важно, чтобы были Институты, которые Контролируют это И важно, чтобы были Механизмы отзыва Вот что важно Отзыва губернатора С его поста Потому что у нас Вот я на дискуссии Озвучивал У нас В частности В Кировской области Прописан механизм И он довольно несложный На самом деле Отзыва губернатора В случае, если губернаторы Не исполняют свои Нарушают законы Это можно Подается заявление Суда Кировский областной суд Принимает решение Кем подается? Оно может подаваться Партиями Движениями И также Сто граждан Могут собраться В принципе Такое заявление подать Но они должны доказать Что значит Он такой закон нарушил И он может уйти В отставку Ну видимо Но в стране Ни разу я такого не слышал Что кто-то это применял То есть все ругаются Губернаторы у нас плохие Но никто Не противостоит Вот так вот Открыть Ну у нас как-то В городе Кирове Больше не на губернаторов Ругаются А больше на сети менеджеров Ругаются Да на всех ругаются Да Но никто отзывать не собирается Нет Отзывать не собираются В городе кстати Процедура эта сложнее гораздо Там вообще Какая-то Норма принята Непонятная мне Если мне память не изменяет Надо собрать 5% подписей От всех жителей города А не от тех Кто голосовал Почему В таком случае Жители региона Или жители города Много критикуя Не пользуются Механизмами отзыва Это правая безграмотность В определенной мере Во-вторых Если такую Инициативу проявлять Это как бы Человек открывает свое лицо Пошуметь-то можно Ну пошумел в соцсетях Но не заметили тебя Где-то заметили А здесь уже надо Открывать свое лицо Идти писать заявление Бумаги Оформлять Идти в суд Люди не привыкли Высказывать свою гражданскую позицию И свое мнение Или они боятся чего-то Не привыкли Я Ну судья Опять же Вот сейчас На соцсети Указываем Я бы не сказал Что боятся Нет Просто не привыкли Тут ведь еще Третья есть Третья есть Причина Почему люди Не собираются Не отзывают Может быть Их все устраивает Не такие плохие У нас были губернаторы И сети менеджеры Нет Понимаете Здесь Я наблюдаю Интересный эффект Который заключается в чем Люди почему-то считают Что вот если сети менеджер Там или губернатор вышел И сказал Что мы вот это сделаем То люди уже ждут Это завтра А завтра этого не будет А также вот Форум прошел И так далее Это стратегические вопросы Которые на несколько лет И они поэтапно Потихоньку будут решать А люди ждут завтра У меня были перепалки В соцсетях Что люди Где результаты Форума Начинаешь разбираться Кажется Надо было завтра Выйти с лопатами Город почистить Вот это результат Но это же неправильно Это совсем другое Прервемся на полминуты И поговорим О результатах Которые ждут От руководителей региона Поскольку на прошлой неделе Был пресс-завтрак С губернатором И председателем правительства Александром Чуриным Где говорили О новой стратегии Социально-экономического развития региона Особое мнение На 101FM Да, это программа Особое мнение В микрофон Сегодня работает Светлана Занько И мы слушаем особое мнение Общественного деятеля Николая Пихтина На прошлой неделе состоялся пресс-завтрак С губернатором Кировской области Игорем Васильевым И председателем правительства Анатолием Чуриным Говорили о новой стратегии Социально-экономического развития региона Что сказал Прежде всего Что сказал Новый Председатель правительства Александр Чурин Он сказал Самое главное На что мы сейчас опираемся Это наши внутренние силы Не придет какой-то там мифический инвестор И не сделает наш город Город с садом Это наша задача Это наш город И мы здесь живем И мы должны решать наши проблемы Самостоятельно Прежде всего Не надеясь Ни на кого Как только мы поверим В свои силы Поверим в то Что мы можем У нас все получится Надо любить себя Ну это правильно Это правильно Более распространенные Комментарии будут? Понимаете Эти стратегии Их уже сколько На мою веку принималось И все они Куда-то потом Под сукно уходят И так далее Вопросов По таким стратегиям Честно говоря У меня много возникает Это Нет маркеров По выполнению Допустим По годам Что там Из года в год Должно быть достигнуто Во-вторых Значит Нынче прозвучало Что будут Гаражам подключать Чтобы горожане Принуждение Да По-моему Сказал Что Не только в реализации Но и в создании Стратегии Могут принимать Участие И да Жить в регион Ну вот здесь Мне абсолютно непонятно Должна быть технология Понятная А как принимать Вот вы заходите Или я захотим А что мы должны сделать Если мы напишем Какое-то предложение Как власти реагируют на него Я бы вообще Под это дело Сделал бы закон Что власть должна Аргументированный ответ Дать с отказом Или с принятием Или еще что-то То есть Мне кажется Сейчас разумно Сделать какой-то отдельный Сайт для этого Отдельную страницу Где люди могут Это все высказывать Губернатор сказал Что здесь огромная роль СМИ Через которой мы можем Ваши идеи Обращается он Гражданам Кировской области И свои идеи предъявлять Вот СМИ Это площадка? Нет СМИ это площадка Но смотря как Власть будет реагировать Обычно Как бывает Они примут Да, хорошее предложение Мы приняли во внимание И что? А через пять лет Там через три года Спросить А где оно Реализовано Забыли Не получилось И еще губернатор сказал Что Вот ему предложили Такую площадку Для сбора представлений О том Какая должна быть Кировская область Здесь сформировать Он сказал Сформируем Сформируем Есть Есть Доверие К этим словам Что будет Сформированная площадка Где можно Я уже в самом начале Сказал По этой теме Что Несколько стратегий Уже было Они Реализованы Не реализованы Что сделано Не сделано Никто не знает Поэтому Доверия в меня Нет здесь А какое может быть доверие Николай Вообще странная ситуация Происходит Посмотрите Общественных площадок У нас достаточно много Во-первых У нас есть Общественная палата Во-вторых У нас есть Общественные советы Буквально При каждом Подразделении Власти Их масса Просто Их роль Должна быть Очень весомая Но они И еще одну площадку Будем формировать Для того Чтобы собирать Предложения По стратегии Ну мне кажется Если очень серьезно Подходить к этой стратегии Если под ней Есть база Что будет Финансирование Федеральное Местное И так далее И так далее То наверное Есть смысл Это сделать Ну слушайте Тут противоречие получается Вы говорите Если есть база В виде денег Тогда есть смысл С другой стороны Вы соглашаетесь Со словами Александра Чурина Который говорит Что самое главное Это наши внутренние силы А не деньги Мы должны поверить В себя И полюбить себя Не Ну это я немножко Это разные вещи Как бы Мы должны поверить И полюбить себя А что важнее Да все важно И то и другое А как без этого А вы считаете денег Недостаточно в регионе Вот я вот начал Хотел рассказать Вот буквально В пятницу Или в субботу Еду с таксистом По городу Ехал далеко Там к мосту Мне надо было ехать Едет Пять минут проехали Он разоряется Вот дороги у нас В Кирове все убиты Едем по нормальной По некрасно дороге Посмотри Хорошая дорога Он ну здесь хорошая Дальше выезжаем Он опять то же самое Я говорю Посмотри опять Хорошая дорога Чего возмущаешься Ты где плохие это Так вот там на Ленина Вот там три ямки есть Вы серьезно сейчас говорите Серьезно вполне Это реально Вы на автомобиле ездите никого? Нет я сам не езжу Я с другими езжу Мы можем с вами вместе проехаться Я недалее чем вчера Ездила на дачу к родителям И по улице Ленина И по улице Горького И по Воровского И дальше И честно говоря У меня было ощущение Что БКД Программа безопасной Качественной дороги Она отсутствует вообще И никогда ее не было Это я знаю Это я знаю Я-то говорю о чем О чем Что так вот нельзя говорить Что у нас все плохо Это вот А как нужно говорить А как нужно говорить Говорить что у нас все хорошо Объективно Почему не у нас Все хорошо У нас есть проблемы Есть много проблем И с дорогами в том числе Но состояние улучшаться Это реально я вижу Оно улучшается Вспомните пять лет назад Что было Ну вот я вчера так проехала Мне показалось Что как и не было Я беру ближайшие улицы Пугачева Некрасова У меня Щерсова Кусок Там тоже уже убитая дорога Вся Делают Вот сегодня буквально Вот сейчас Ехал сюда Пугачева Некрасова Сделали Это за лет Наверное 15-20 Первые ям нет Ни одной ямы нет Вообще все ровненько В прошлом году сделали А до этого каждый год делали Каждый год ямы повесить не были Ну то есть что Давайте какой-то Я не знаю Что это такое Надо власти поощрять Надо себя любить Надо давать позитивные новости Себя любить-то всегда надо Себя любить Что Объективные новости надо давать А что значит позитивные новости Это вы мне скажите Это ваше особое мнение Знаете Вот я не раз уже озвучил эту фразу Что в воздух чепчики Не надо бросать Проблемы-то всегда есть И ругаться не надо Будут И ругаться И ругаться Объективно надо Если где-то тротуар там плохой Конкретно Вот гражданин Иди сфотографируй Напиши И добивайся Вот Вот о чем речь стоит Это вот и есть элемент Полюбить свой город Вам говорят На это горожане Вашими же словами Несформированные институты Контроля за действиями властей Это да И вы предлагаете И не формировать их дальше Почему Потому что если горожане Каждый будет фотографировать По отдельности Ходить жаловаться Через суды добиваться Они вам скажут Где же институты В нашем государстве Которые должны контролировать Нет Здесь должно быть И то и другое Это не на ни в коем случае Говорить о том Что вот сделали институт И все И граждане сидят И ждут Когда эти институты Будут работать В конце концов В эти институты А эти граждане Не должны работать Идите Вот кстати Очень многие Общественную палату Вот хают Ругают И так далее Из них Ну Я не побоюсь Наверное скажу Процентов 80 людей Вот хающих Общественную палату Ни разу там не бывали Даже на сайте не заходили Они имеют представление Чем там занимаются А между прочим Могут свободно Прийти на любое заседание Конечно Дальше Депутаты городские Принимают решение А что значит На пленарке Принято решение Оно же до этого В комиссиях обсуждалось В комиссиях Кто-нибудь бывал И хоть раз Не был Вот о чем А это и любовь Городу и есть Когда ты активно участвуешь Мало того Николай Надо сказать Что и на дискуссионном Клубе вечерний Где ставятся разные Проблемные вопросы Тоже народу не бывает Тоже немного народу Почему Вот вернемся Вернемся к вечерним Который был на прошлой неделе Светлана Я вам больше скажу Митинги Были все те же В основном смешники Несколько депутатов Несколько депутатов И из раза в раз История одна и та же Почему Надо сказать Где проходит сейчас Дискуссионный клуб вечерний Это творческое пространство Пятый этаж На Ленина 119А Почему Я не скажу даже Потому что вот здесь Шум пошел большой По мусору По мусорной реформе Во всей И митинги были Там еще до этого Митинги были Я специально ходил На эти митинги Из тех Кто возмущался В соцсетях Ни один не приходил Никого нет А возмущаются Ору Там на улице выходить Митинг Приходи Нет Никого нет Даже постоять Давайте вернемся К реализации Еще раз К реализации Стратегии Социально-экономического Развития региона Кировская область Направит 81 миллиард рублей На реализацию Нацпроектов С федеральными регионами Как губернатор сказал Федеральные деньги Как губернатор сказал Как раз Стратегия будет В себя включать Прежде всего Реализация нацпроектов 81 миллиард рублей Это хорошо? Много? Достаточно? 81 миллиард Это на 7 лет Да? До 30-го года Выделены А стратегия будет До 30-го Мне кажется Недостаточно Учитывая В каком состоянии Находится у нас Не говоря уже Про Киров А районы А сколько достаточно? Не знаю Всего на нацпроекты На страну Выделены 17 триллионов Ну солидная сумма Ну вот когда на власти Говорят что 81 миллиард А вы говорите Что недостаточно Они вам говорят А где ваша аргументация? Это ощущение Не более того Как можно ощущение Превратить В цифры? А для этого Анализ состояния сделать Реальный анализ Состояния провести В каком состоянии Что находится Вы знаете Кто сейчас Производит анализ Состояния И пишет Стратегию Социально-экономического Развития региона? Нет Ну если уж Николай Пихтин Не знает Который все читает И не знает Наверное пропустил То как же граждане Будут участвовать В обсуждении Если они тоже не знают? Сложный вопрос Хороший вопрос Вот просто По поводу площадки О которой вы говорили И губернатор говорил Сформируем площадку Где будем собирать Представление о том Какой должна быть Кировская область Представление граждан Кировской области Ну и вы вспомнили Мусорный митинг Который прошел 17 марта Собрал достаточно Много людей И после этого Была Я тут Не говорю Там было Человек с десяток Я про площадку Я про площадку Вот после митинга 17 марта Была встреча С губернатором Организаторов митинга И губернатора А за неделю до этого Впервые собирался Общественный Наблюдательный Такой совет При Куприте Который был организован Туда вошли Активные такие люди Они первый раз Собрались Губернатор на встрече С митингующими Сказал Зачем нам Вот такая Наблюдательная комиссия При Куприте Давайте возьмем шире Даже не при городе сделаем А при области Что в результате получилось Секундочку Такая наблюдательная комиссия При Куприте Это дело Куприта А не губернатора Куприт там присутствовал Он не возражал Нет Они хотят делают Хотят не делают И их делают Что в итоге получилось Вы знаете Честно говоря Так вот однозначно Я не скажу Но на моем Ничего не получилось Николай Про буксовку идет полнейшая Ничего не получилось Собиралось при Куприте После того Как собрались С округлым столом Организаторы митинга Губернатор Министерства ЖКХ И Куприт И было предложение Сделать расширенную комиссию Ничего больше не случилось Ничего не случилось И комиссия больше не собиралась И не соберется Скорее всего Не знаю Вы знаете Мне кажется не соберется Ну вот я все клоню К вот этим предложениям Сформировать Всякие разные площадки Такую площадку Секую площадку Один комитет Другой комитет Расплодилось ли Всяких этих советов Комитетов Наблюдательных комиссий Ну мне кажется Еще раза в два Их меньше чем надо Серьезно? Серьезно Это при том Что существуют Еще государственные Механизмы контроля Мне кажется Еще больше должно быть Каждый человек Может организовать Тогда комиссию При каждом Чиновнике И пусть Ради бога И пусть делают С одной Как же эта система Работать вся будет Николай С одной такой оговоркой Что эти комиссии Все должны не указывать Что делать А должны Как делать А должны указывать Что делать Вот это большая разница Как делать И что делать Да Они должны указывать Как делать Они должны указывать Что делать Есть такая ведь Поговорка Если знаешь что делать Скажи как А то вы все критикуете Подскажите как Дайте Дайте механизм в руки Нет, понимаете, это довольно хитрая постановка вопроса вообще сама по себе. Она лукавая. Это я помню, у нас с Никитой Юрьевичем были разговоры. Белых, бывшем. Да, на эти темы. Когда люди предлагали там, с трибуны даже предлагали там какое-то дело, он сразу же, он хитрый ход предпринимал. Так, у кого отнять деньги, у медиков или у учителей, чтобы это реализовать. А вы нам рассчитайте все. Подождите, вы профи сидите там. Это ваша задача рассчитать. Это ваша задача все это расписать. Почему, Николай, вы не предложили губернатору, который вот на призавтраке с представителями СМИ говорит о стратегии социально-экономического развития, что она нужна, не предложили прийти к вам на дискуссионный клуб «Фичер», не пригласить туда кировчан? Вот и положили бы начало площадке для обсуждения. Честно говоря, мысли вынашиваем, причем давно, но есть одно очень большое опасение в том, что когда спикером становится, в дискуссионном клубе становится чиновник какой-то, то это превращается в вопрос-ответ. И это исправить ситуацию очень-очень сложно. Это мы уже проходили, знаем. Хотя губернатора, я думаю, что мы все равно пригласим. По какому вопросу? Ну, посмотрим, не знаю, это мы между собой там обсудим, пока трудно сказать. Но пока по предложению не приступаем. По стратегии, понимаете, говорить это, ну, это про честки ни о чем сейчас. Ну, вот площадка для сбора представлений о том, какая должна быть Кировская область. Вот вам тема, пожалуйста. Какой должна быть Кировская область к 2035 году? И губернатор. Я почему сказал, что может быть даже закон какой-то сделать? Как будут технологии, как будут приниматься эти предложения? Ну, придем мы. Ну, люди выскажут. И дальше что? В лучшем случае губернатор скажет, да, мы послушали, записали, учтем. А может, не учтем. Николай Пихтин, это его особое мнение. Мы слушаем, вернемся в студию через полторы минуты. Продолжается программа «Особое мнение». Я Светлана Занько. Своё особое мнение высказывает Николай Пихтин, общественный деятель и постоянный модератор дискуссионного клуба «Вечерний». На дискуссии, которая прошла, еще раз возвращаясь к ней в прошлую среду, в творческом пространстве «Пятый этаж» на Леонидом 119, присутствовал Леонид Зильберг, издатель портала «Семь на семь». И он рассказал о планах открыть в Кирове Никита Центр. Ну и предложение такое, да. Да, да. О своих планах он рассказал. Открыть Никита Центр. По примеру такого центра, который открыт в Сыктывкаре, этот центр в основу своей деятельности заложил, как сказано в пресс-релизе, демократические принципы стремления к свободе, свободы творчества и самовыражения, мысли и слова. А в Сыктывкаре этот центр носит имя Револьта Пименова. Это известные очень деятели. И просто про него имеет смысл прочитать. Мы не знаем, какие люди живут в регионах. А этот человек просто мирового уровня, казалось. Я общался с такими же величинами. Так вот, в Кирове хотят открыть такой же центр и назвать его. Предварительно рабочее название обсуждается Никита Центр. Дальше, я просто не была до конца на дискуссии, шло обсуждение этого Никита Центра, и что лично вы о нем думаете? Обсуждение не шло, но меня Леонид спрашивал, как твои отношения к этому центру. Я ему высказал, что вещи очень нужные, хорошие и полезные. Почему? Такого рода площадки нужны, свободные, для творчества. Почему они нужны? А? А потому что у нас в Кирове практически нет таких площадок свободных, именно свободных, когда в любое время человек может прийти и там чем-то заняться, включая искусство, не только. Ну, по искусству-то у нас есть. Вот галерея прогресса, например, у нас есть. Нет, это не совсем то. Галерея прогресса, это что значит? Вот есть группа людей, какие-то, если они хотят что-то провести, это надо, согласовывать, договариваться. Так и здесь вы думаете, что просто так можно прийти и что-то сделать? Мне кажется, я утилизирую, но мне кажется, что типа такого и должно быть. Какой-то такой коворкинг-сен с свободным ходом, деятельностью и так далее. Единственное, я ему сказал вот насчет Никита Центр, мне кажется, что это часть населения и довольно прилично, это можно просто оттолкнуть. Почему? Ну, остаться напрямую с Никитой Белых идет. Так. Хотя он там начал, вот у них там Никита Пиваров работает, там еще что-то. Это журналист Семена Семена. Да, да, да. Ну, мне кажется, мое такое мнение, что часть людей таких агрессивных может оттолкнуть. Ну, вот смотрите, Револьд Пименов, ученый-математик, он известный диссидент, он политически осужденный, он был отправлен в ссылку в Сыктывкар, и тоже такой для многих, для части людей может оказаться. Скользко, знаю, ну, честно говоря, по большому счету. А у нас есть такая персона в Кировской области, именем которой можно назвать свободное творческое дискуссионное пространство? Ну, во-первых, почему именно персоной называть? Можно иначе как-то называть, без персоной. Я же не против, как бы, такого центра, я наоборот, за. И, кстати, с Ткачевым, там, еще с ребятами обсуждали уже, и не раз, уже лет пять, может, шесть назад, о том, что такая площадка нужна в Кирове. Ну, эта площадка очень похожа на площадки типа Сахаровского центра, Ельцинского центра и так далее. Называют именами людей, которые вложили свой вклад в как раз установление каких-то гражданских институтов, как бы к ним ни относились, там, да, свободы того и сего. А если мы не будем называть такой центр именем человека, который способствовал развитию, там, общества в этом направлении, а будет это просто творческое пространство, то как же оно будет решать основную задачу? Светлана, если мы говорим о том, что центр должен быть свободой, так, то у того, кто это предлагает, у него есть свобода. Делай, ради бога, пусть он будет этот центр. Никита Центр, ну, пусть Никита Центр будет. Почему такой центр нужен кировчанам, скажите? Кроме того, что таких центров нет. Почему нужен? Не, ну, во-первых, нужен или не нужен, вопрос еще открыт. Вы же сказали, что нужен. Не, я считаю, это не кировчан. Вы считаете, что он нужен кировчанам? Такая свободная площадка для творческих людей, для художников, музыкантов. Нет, речь идет не только о творческих людях, художниках и музыкантах. Я не договорил. Для политиков в том числе, особенно для молодых, нужна площадка вот такая, где они могли бы свободно прийти и свободно заниматься. Они молодые, они уже сидят хорошо, крепко на своих площадках. Ну, как правило, да. Вот просто вот для тусовки, в конце концов, для какой-то политической, культурной, околокультурной там и так далее. Вот такие площадки нужны свободные, со свободным графиком, режимом. В Кирове такая площадка может возникнуть? Ну, у нас был типа коворкинг-центр вот примерно такой же. Не знаю. Нет, у нас был коворкинг-центр, пожалуйста, любой мог прийти. Мы там проводили, кстати, вечерние там проводили, приходили там определенную небольшую денежку. И он закрылся, потому что был невостребован. Что изменилось сейчас? Он закрылся по другой причине. По какой причине? Там причина была банально простая, насколько я, кстати, там у них руководителям высказывал свое мнение. У них сидит, допустим, там менеджер или еще кто-то, да, ну, в зале кто контролирует. И у него друзья, приятели, все бесплатно идут, все сидят, все заполняют. А здесь вы говорите то же самое. Нужно заходить свободно, когда тебе хочется. И что же мешает друзьям, приятелям приходить? Это разные вещи. Там была бизнес-площадка. А это что было такое? Там была цель, цель была заработать деньги. А здесь площадка для свободного общения. Так кто же ее будет финансировать-то, если она никак не будет зарабатывать? Вопрос спонсора, это другой вопрос. Да? Да. И что найдутся спонсоры, которые будут финансировать площадку, где будут молодые политики собираться и отстаивать свободы мыслей и слова. И линия политики, а просто граждане. Мне так видится, что несколько фирм, небольшого причем уровня, вполне могут... В Кирове. В Кирове, да. Сказать, что мы готовы финансировать площадку, где будут люди обсуждать гражданские права, состояние гражданских институтов, дискутировать. Да, и такие есть. И открыто прям будут спонсировать такую площадку? Да. Серьезно? Серьезно, я уверен. Вы знаете такие контакты? Ну, двух, трех, четырех знаю. И они о себе открыто заявлены? Ну, и как, я за них не могу говорить, но тем не менее, я предполагаю, что они могут согласиться на это. Могут? Могут. Предположители? Ну, конечно, а как, я конкретных разговоров не был. И власти города Кирова, это тоже, и региона воспримут это с удовольствием, вы думаете? Не с удовольствием, а как данность. Как данность? Конечно. Ничто не мешает появлению такой площадки в городе? Задача власти в этом случае, это просто банально, просто не мешать, и все. Больше ничего не надо. Мешать не будут, вы считаете? Не исключаю всякое. Особенно в предвыборные периоды. Могут быть вопросы. Ясно. Но не Никита Центр. Как-то по-другому. Ну, мне кажется, нет, хотя пусть Никита, ради бога, их дело... Пусть будет Герцен Центр. Кстати, Герцен хороший. Лиханов Центр, я не знаю. Ну, Лиханов немножко, он как бы уже с культурой связан там и так далее. А Герцен, да, кстати, почему бы нет? Почему бы нет? Еще один вопрос, он остается до завершения программы 3,5 минуты. Сталкивались ли вы в городе с желтыми ограждениями, как пешеход? С желтыми заборами? Вы знаете, вот мы сначала говорили про стратегию и о том, что губернатор сказал, что будут выслушивать мнения жителей. По этим заборчикам мнений жителей было до и больше. И практически большинство абсолютное против этих заборов. Вообще говорят, что уродует город. Но власть-то их не слышит. И сейчас вместо того... Слышит, слышит, власть перекрашивает желтые заборы в серые. Ну, это щур какой-то, конечно. Вместо того, чтобы их поубирать. Вот я уже публично об этом заявлял. Мое, опять же, личное мнение, что 90% забора, они выполняют роль по безопасности движения для пешеходов. Они никакой функции вообще не несут. Они стоят просто так. В БДД и власти говорят другое. Ну, пусть и не говорят. Слышенные пешеходы, по крайней мере, не будут перелазить через эти заборы. И их спасать будут, эти заборы. Я до эфира вам сказал. Скажите в эфире. У ФСБ здания. Да. У тротуара есть чудная чугунная такая решеточка стоит. Высотой, наверное, сантиметров 15-20. Чудная-чудная решеточка. И за ней сразу же поставили желтый забор. Кто там перебегал? Там никто никогда не перебегал. Я там часто бываю. Не было никогда желания перебежать. А сейчас вообще и не получится. Да нет, там рядом светофор как раз с кнопочкой. Там вообще даже мысли не придешь, чтобы там перебегать. Дальше, ну, перебежит один раз в году. Ну и что? Что, заборами ставить, что ли? Ну, смешно. Вообще, заборы... Хотя есть некоторые места, где, наверное, стоило, в частности, УЦУМа. И ту часть. И ту часть. Там ограничили переход. УЦУМа? Да. Потому что там бегали... Ой, там очень много бегалов, на самом деле. Там есть... У автостанции, кстати, вопрос открытый. Там, кстати, и не поставили. Там до сих пор приезжают из деревень люди и с мешками, и с баулами прямо через дорогу несутся. Для деревенских заборы нужно. Там не поставили забор. Да не для деревенских, для людей, для пешеходов. Почему, кстати говоря, ведь обсуждался этот вопрос и на урбанистическом форуме, и дальше с различными специалистами, и с горожанами. И горожане говорят, хорошо, есть разные способы показать нам, что здесь бегать не стоит. Есть разные формы архитектурные, там, я не знаю, там, бетонные столбики, какие-то изящные урны, даже зеленые посадки тоже могут по правилам являться какими-то такими предупредительными знаками. Но ставят сваренные где-то, не знаю где, вот эти вот конструкции, которые больше напоминают временные конструкции, а не стационарные. Светлана, я не зря сказал про этот пример у ФСБ. Вот этот заборчик маленький, 20 сантиметров. Я хотела спросить, почему? Зачем? Вот слушайте, вот этот заборчик 20 сантиметров высотой. Он уже ограничивает нормальный человек. Обозначает. И через него не побежит, он обозначает. И эти заборы, которые желтые, ну их как минимум в два раза ниже можно было делать. Это сэкономить громадные деньги. Так почему ставят, Николай? И почему не слышат тогда? Вот я про стратегии, я тоже сам боюсь. Никто не услышит. Вы не отвечаете на вопрос, почему? Не знаю. А деньги, скорее всего. Вопрос денег. Значит, большие деньги учат. На этом кто-то зарабатывает. Мне кажется, да. И это единственная причина, которая... Мне кажется, да. А иначе, тем более перекрашивать еще, ну это вообще... Мы этот вопрос более подробно будем завтра с Николаем Голиковым разбирать. И с кировчанами, и с нашими слушателями в программе «Дневной разворот». А пока что завершаем нашу программу «Особое мнение». Благодарю Николая Пихтина, общественного деятеля. Приходите к нам еще. У микрофона работала Светлана Занько. Всем хорошего дня. Особое мнение на 101FM.